Создать собственную розничную сеть намерены фермеры Мильковского района уже в этом году. Ожидается, что стоимость продукции там будет ниже, чем в других магазинах, так как товар будет поставляться напрямую от производителя без торговых надбавок. Это будет цена непосредственно от производителя, то есть без торговых накруток. И, конечно, я думаю, что потребитель оценит эти все нюансы. И самое главное – качество продукции. Две составляющие – это качество продукции и цена. Поэтому все должно быть в гармонии. И, естественно, я так думаю, что потребитель будет рад. Два года назад фермеры Татьяна Баланева и Игорь Коновалов получили грант по линии Минлесхоза – 21 миллион рублей на развитие своего крестьянского хозяйства. Мы выиграли грант – 21,5 миллиона. И на него были построены птичник, котельная, инкубаторная и закуплена сельскохозяйственная техника, которая работает на полях. И мы все зерно выращиваем для того, чтобы кормить наших пернатых. За апрель, май, июнь, часть июля было произведено 40 с лишним тысяч яйца уже у нас. И в планах расширяться, достраивать инкубаторную. Яйцесклад нам нужно застроить, чтобы выполнить ветеринарные все требования. По словам главы Мильковского района Владимира Войцеховского, в советские годы район был главной сельскохозяйственной житницей края. Сейчас фермерские хозяйства стали вновь наращивать объемы производства. На сегодня у нас таких хозяйств, как Болонево, где мы находимся, ну, пожалуй, единицы. Четыре-пять, которые мы могли бы сравнить по объемам. На сегодня, вы знаете, что они выполняют условия гранта и должны где-то к осени уже сделать так, чтобы у них было пять тысяч шкурных сушек. Они к этому и идут. У них появляются новые там поколения, работают на полную мощность четыре инкубатора, по 200 яиц каждая. На сегодня они ежедневно продают уже порядка 500-700 яиц, но будет гораздо больше. Также на Камчатке разрабатывают комплекс мер поддержки для фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием зерновых культур. Владимир Иванович им дано поручение подготовить проект программы развития зерноводства в Камчатском крае, конкретно в Мельковском районе. Я думаю, что во второй половине года Минсельхоз примет все необходимые меры для того, чтобы данное поручение выполнить. Добавим, что сегодня в крае действует более 100 различных мер поддержки для предприятий и предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве. Подпишись на каналы МАЗ Медиа Ньюз в Facebook, YouTube и Instagram. Субтитры создавал DimaTorzok